Сегодня по всей республике начинается отопительный сезон. Мы находимся на участке Шаганарской котельной, которая обеспечивает теплом 62 дома и социальных объекта. 34 миллиона рублей выделено на оборудование и работу по устранению выявленных недостатков. С повторной инспекцией в Улухемском кожуне находится в Риоглавы Тувы Владислав Ховалы. Еще летом Владиславам Ховалыгам даны поручения утеплить здание котельной изнутри и снаружи, ведь обеспечивая теплом город, сами 110 сотрудников работали в холодном помещении. Поручение исполнено, также здесь отремонтирована кровля, и главное, заменены устаревшие и вышедшие из строя котлы и теплосети. Котел номер 4 опрессован полностью, заменен экраны и трубы. От нижнего коллектора до верхних коллекторов, из заднего коллектора. Вначале только один концевой котел, пятый котел начинаем расправлять. Сегодня должны пятый котел запускать. По температурному графику, как к поднижению пойдет уличная температура, тогда добавляем в одному котлу. Начинаем с этого котла. И вот эту часть, ее утепляем. С этой стороны тогда все убираем, здесь все напыляем и, соответственно, профлистом обшиваем. Это вот делали 5 лет назад, да? Нет, мы повели снаружи. Снаружи, 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 снаружи. Сейчас на стадии закупки идет. Деньги только на прошлый день. Основная проблема – это коллекторы были? Вот эти коллекторы. Вот коллекторы поменяли, замену сделали полностью, видите, новые коллекторы. Старые были, с момента пуска никто менял. Сейчас заменили. Заменили полностью коллекторы. Далее проверили ход ремонтных работ в Улухемском межмуниципальном медицинском центре. Работы в корпусах, с которых июньский ураган снес крыши и разбил окна, завершаются. Средства на ремонт выделены из резервного фонда республики. Капитальный ремонт детского соматического отделения производится по федеральной программе развития здравоохранения. Сумма контракта немалая – 22 миллиона рублей. Но подрядчик затянул сроки. В Рио главы ТУВы Владислав Ховалы, уточнив причины промедления, отвел подрядной организации ООО «ПГС-Профи» один месяц на завершение работ. Больные сейчас у нас перемещены, а не перемещены. Второй этаж инфекционного отделения. Сейчас у нас ковидные больные все переводятся в Кызыл, инфекционный госпиталь, Кызыл, города Кызыл. И у нас там освободилось, и больные все сейчас дети у нас лежат в инфекционном отделении в первом этаже. Еще одна острая проблема – перегруженность школ. В Шаганаре три общеобразовательные школы, в которых учатся 2796 учащихся. Городская гимназия расположена в четырехэтажном здании комбината бытового обслуживания, построенном в 1980 году. Школьники с 1 по 11 классы учатся в две смены. Это приспособленное здание, и поэтому новым санитарным нормам эта школа не соответствует. Поэтому здесь необходимо в этом городе строительство новой общеобразовательной школы на 825 мест. Это позволит обучать учащихся в одну смену. Сейчас они разрабатывают проектную смертную документацию, уже заказали. Школа будет трехэтажная с лифтовым хозяйством. Земельный участок уже определен. Это рядом с строительством нового детского садика, куда подведена уже инженерная инфраструктура. Данные школы рассчитаны на 112 мест, но на сегодняшний день фактически обучаются 328 учащихся. Почти в три раза больше. С каждым годом дети приходят не только с городских школ города Шаганара, но и со всей республики. Есть дети из Мюнгентайги, из Торахема тоже есть дети, из Кунгуртуга тоже есть дети. В связи с переездом родителей в город Шаганар. Есть столовое помещение, где мы выполняем поручения президента, кормим бесплатно детей начальной школы с 1 по 4 класса. Имеется 60 посадочных мест. Заход 4 смены. Также Владислав Ховалы посетил многоквартирные дома, где сейчас выполнен капитальный ремонт кровли и продолжается косметический ремонт в подъездах. В Рио главы отметил, что здесь необходимо предусмотреть и благоустройство территорий, включая асфальтирование дворов, освещение, озеленение и обустройство мест отдыха.